О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, и сегодня в выпуске. Причины смерти в полиции обнародовали первые результаты экспертизы по делу Ноздровской. Что рассказали? Допелся? За что уволили начальника управления юстиции Львовской области и какими делами он прославился? Взрыв страстей, чем обернулась ссора бывших возлюбленных в Днепре. Выгодная церемония, сколько может заработать Британия на свадьбе принца Гарри. Полицию назвали причину смерти правозащитницы Ирины Ноздровской. По предварительным результатам экспертизы она погибла от множественных колото-резанных ран. Что еще известно об этом резонансном преступлении узнавала любовь кукла. Первых оперативных сводок полиции журналисты ждали вчера весь вечер. И не одним пришли послушать отчеты активисты. Инициативная группа, которая будет помогать и контролировать следствие. Полиции сразу сообщили, хотя тело Ирины нашли после новогодней ночи, погибла женщина на два дня раньше. Ирина погибла, согласно с довольствами судмедэксперта. Смерть настала 2-3 дни до найдения трупа. Есть на ней телесные похудения, поранения колющим предметом. Также сразу исключили версию обезнасилования. И уже сегодня утром по делу о громком убийстве Ирины заседали в МВД. Там поручили руководству нацполиции взять дело на особый контроль. А еще тесно работать с активистами и журналистами. Это, прежде всего, створение кредитного штаба по раскрытию всего злочиня. Полностью заделить максимально профессиональных пакетов по организации этой работы. Кроме того, залучить и посылить оперативно следствия группы с департаментом Карного Горошева и следствия. Тем временем на контакт с прессой вышла дочь убитой Анастасия. Девочка рассказывает, ей и маме постоянно угрожали. Все из-за громких дел, которые вела правозащитница. В частности, о ДТП, в котором ранее погибла ее родная сестра. Мене погрожили, маме погрожили, бабусе, дедусе. Всей моей родине погрожили. Завжди лунали погрозы в наши стороны. У нас есть Расашанский, постоянно лунали погрозы от его родины, от его друзей. У него друзей наркоманы, алкоголики. На против нас живет человек, его друг, который нам постоянно так же погрожил. Ну, так мне и маме, как дедусе и бабусе. Я лежала в лекарне с трусом головного мозга. Через то, что Расашанский, он еще был под домашним арештом. Он намовил своих друзей, ну, який меня побил. Головой машину ударили. Поэтому в полиции к девочке со вчерашнего дня представили охрану. Настя сейчас, все-таки, Головное управление надало охорону Насте. Я так понимаю, только Настя. Бабуся до сих пор також не знает. И на данный час, насколько мне известно, будет створена еще одна комплексная экспертиза, которая, на жаль, может триваться долгий час. Маме погибшей Ирины о смерти дочери не говорят. Боятся, что женщина не переживет еще одну потерю. Похоронить правозащитницу тоже смогут нескоро. Впереди комплексная экспертиза, которая может затянуться на месяц. Любовь Кукла и Геннадий Аникеенко. Подробности. Телеканал Интер. Очередное ДТП по вине пьяного судьи. Сегодня ночью, недалеко от Житомирской трассы, Мустанг Дмитрия Усатова, судей Киева-Светошинского райсуда, выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Рено, который в результате слетел в кювет. Водителя Рено госпитализировали с травмами позвоночника. Как утверждают очевидцы, судья был пьян и пытался имитировать плохое самочувствие. Даже хотел сбежать с места ДТП на машине скорой помощи. Но активисты заблокировали дорогу. Полиция Киева открыла уголовное производство. Один из водителей пребывал в состоянии алкогольного спланирования. Тест-анализ Драйера показал 1,52 промиль. Больше детальный анализ будет установлен под час проходения соответствующих клинических анализов в лекарме. Виноватность вказанной автоаварии будет выяснена под час проходения соответствующих автотехнических экспертиз и следственных действий. Напомню, буквально неделю назад в Голосеевском районе столицы на пешеходном переходе внедорожник насмерть сбил мужчину. По данным СМИ, за рулем авто был судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко. Столичная прокуратура призвала всех очевидцев ДТП сообщить подробности происшествия. Сейчас с Корниенко проводят следственные действия. В отставку со скандалом начальник управления юстиции Вальвовской области Ярослав Жукровский лишился должности. Он славился своим, мягко говоря, нестандартным подходом к подбору кадров. За что же все же уволили, выясняла Галина Якушко. Ярослав Жукровский проработал начальником управления юстиции Вальвовской области Два года и восемь месяцев за это время он уволил около 60% руководителей областного аппарата. Принимая на работу новых сотрудников, спрашивал, знают ли они, когда день рождения Степана Бандеры. А это 1 января. И слова одной из песен украинской повстанческой армии. В канун Нового года Жукровский получил от Министерства юстиции документ о своем увольнении. Официальная причина – превышение служебных полномочий. Начальник управления якобы просил подчиненных писать письменные разрешения для просмотра государственного реестра. Впрочем, у Жукровского есть несколько версий случившегося и даже спортивная. В принципе, яркая версия за то, что команда юстиции минулого тижня выиграла футбол в чемпионате Украины среди органов юстиции. Может, через то, кому-то это не понравилось. Среди причин увольнения Жукровский также назвал и то, что за время его работы в управлении юстицией Львовской область побила рекорд Украины по выполнению судебных решений. Говорил экс-начальник о нажитых врагах из-за сноса одной из заправочных станций, которую построили незаконно и о возможных планах в будущем снести один из ресторанов в спальной части города. Впрочем, отказываться от своих замыслов Жукровский не собирается. Он намерен оспаривать увольнение в суде. Галина Якушки, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов. Апелляционный суд Киева отложил рассмотрение жалобы прокуратуры на решение суда первой инстанции не избирать меры пресечения для бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили. Прокурор требовал перенести заседание, поскольку на слушание не явились большинство поручителей Саакашвили. Судья требования поддержал. Адвокаты пообещали собрать поручителей к следующему заседанию, которое должно состояться 11 января. Работников отделения Укрпочты в Харькове наградили. 30 декабря их захватили в заложники, но они смогли самостоятельно обезвредить преступника. Сегодня эти люди впервые рассказали, что им довелось пережить. Продолжат наши корреспонденты. В областном главке полиции необычные гости. Три оператора из отделения Укрпочты и один посетитель. Бывшие заложники сегодня получают награды. Оператор Анна Карапец вспоминает, в тот день странный посетитель вначале подошел к ней. Он подошел сразу ко мне. Показал пистолет, показал свои баклажки. Я посмотрела, у меня создалось впечатление, что он блеск какой-то был, как у пластмассы. Отделение почты мужчина запер изнутри на засов и повесил навесной замок. Со временем подходил, следил, что мы делаем. Контролировал каждое движение наше. Заложники 6 часов также следили за каждым движением террориста. Алексей в тот предновогодний день отправлял посылки. Оказавшись в заточении, фотографировал и отсылал информацию полиции. Пистолет, я понял, что он игрушечный, не настоящий, потому что он пару раз упал, падал на плитку. И я услышал, что вступ пластмассы. Мне надо его просто завалить на пол и не дать возможность руками полезть в карман, потому что я знал, что у него, ну, единственное, что знал, что у него настоящий ножик. Алексей сбил экстремиста с ног. Девушки оглушили цветочным горшком и нашли ключи от навесного замка. Я просто, когда Леша напал, я сразу думаю, ну, надо же открывать дверь и как бы упустить полицию на помощь. Экстремиста, которым оказался местный житель Владимир Безух, арестовали. Сотрудницам почты руководство пообещало выдать грамоты и путевки в местный санаторий. Андрей Кровец, Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьков. Девушки отдыхают. Такие люди не будут оплачивать налог, если стоимость товара не превышает 50 евро. Цены на бензин в Украине продолжают расти за последний месяц в среднем на 40 копеек за литр. Эксперты говорят, это не предел. В чем причина, выясняла Анастасия Старовойт. На разных заправках разные ценники. Средняя стоимость 95-го бензина свыше 28 гривен, максимальная почти 31,5. Страшно было, когда скачок был раньше. Сейчас нормально, уже привыкли как-то. На простого обывателя, на простого водителя, ну только в негативную сторону, где-то приходится экономить. Эксперты говорят, из-за постоянного подорожания треть потребителей потеряны. Кто-то перешел на альтернативные виды топлива, кто-то просто стал меньше ездить. Слишком дорого. А причин повышения цен на бензин – несколько. Главных причин, как мы знаем, с вами две. Это цены внешнего рынка, потому что у нас рынок импортозависимый. Ну и, конечно, курс национального банка. Причем курс национального банка влияет намного быстрее и более конкретно. Почему? Потому что в том числе и налоги, акцизы. У нас тоже Минминфин наш дорогой назначил в евро. Но больше всего на ценники влияет курс доллара. Цены на них не падают. Даже идет революция, а цены на бензин существенно не падают. Но как только начинается революция, сразу нефтетрейдеры, продавцы бензинов закладают курс. Сейчас они закладают 32. Почему? Ну, а есть и вырастет. И вот это проблема. По прогнозам экспертов, бензин будет дорожать и дальше. Цена за литр может достичь 35 гривен и выше. Анастасия Старовойт, Иван Ермаков. Подробности – телеканал «Интер». Коммунальный протест в Запорожье. На улице вышли предприниматели, владельцы нежилых помещений в многоквартирных домах. Они не согласны с новыми платежками за отопление. Сумма в них достигает 17 тысяч гривен. Митингующие требуют, чтобы с них брали оплату не за квадратные метры, а по счетчику. После долгих переговоров мэрия приостановила решение исполкома о распределении тарифов между жилыми и нежилыми помещениями. Как теперь будут начислять сумму в платежках, чиновники не знают. За ответом будут обращаться в Министерство регионального развития. Получил разъяснение от Минрегион Будо, мы с вами встречаемся, кого вы выберете, и смотрим, что дальше делать. Я не буду платить за метр. Я вложил в свое помещение десятки тысяч гривен утепления. То есть я утеплил помещение, а теперь что? Чего по метр же уплатить? Тот же стоит индивидуальная система, стоит счетчик, все запломбировали, потому что я три года уже не пользуюсь. А отапливаю помещение электроэнергией. Они сейчас выставили 5,5 тысяч просто с нуля. И говорят, если не будете платить, мы будем отбирать у вас помещение. И все. Авдеевка, Маренко, Водяное. Такова сегодня география обстрелов в зоне АТО. Режим тишины соблюдается только на Луганском направлении. А вот на Донецком вход идут и минометы, и гранатометы, и стрелковое оружие. В течение дня боевики открывали огонь уже 5 раз. Все подробности знает Геннадий Вивденко. Полчаса назад Водиславу пришлось, так сказать, приглушить активность противника с помощью автомата. Но наибольшую опасность сейчас представляет группа снайперов с той стороны. Снайпер их не дас. Там натиски и обходы все. Такая винтовка не сведет. Выходы нечутны, но приходят такие, что в ящике у нас на базе все побитые. Хороший снайпер, это не специалисты хорошие. Он стреляет тогда, когда он реально какой-то бачит. У нас есть манекен, мы его выставляем, он вообще не стреляет. В Маринке боевики решились на провокацию, целью которой были не только военные. Сегодня утром в полдевятого боевики обстреляли Маринку из 82-мм минометов. Это первый обстрел за несколько дней из артиллерии. Военные считают, что таким образом оккупанты стараются настроить местное население против украинских властей. В город снова прилетели мины, но недолет разорвались перед позициями украинских воинов. Противник целился в пункт пропуска. Люди проходили через один пропускный пункт. Можливо, это была и причина того, что враг начал стрелять. Заснил обстрел в позиции в этом направлении. И выпустив еще 4 мины 82-го калибра. Но, благодаря Богу, как среди местного населения, так и среди наших хлопцев втрат нет. К местам минометных разрывов военные не допускают. Есть опасность вражеского снайперского огня. Геннадий Вивденко, Данил Косаковский, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Военный конфликт на Донбассе это проблема европейского масштаба. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль после встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. А также сказал, вопреки всем трудностям и потерям Украина, должна продолжать бороться за свою целостность и придерживаться минских соглашений. Мы, как европейцы, убеждены в том, что сила закона в Европе должна быть выше всего. И мы убеждены в том, что каким бы трудным ни был прогресс, как бы не угнетала борьба, надо продолжать выполнять минские договоренности для установления мира. В Днепре этой ночью прогремел взрыв. Мужчина заступился за девушку, а в ответ в его сторону полетела граната. Пострадал случайный прохожий. Обо всем подробнее расскажет Елена Миндалюк. Эти кадры сняли свидетели. На них видно, что полиция уже надела на хулигана наручники. История началась с того, что этот мужчина решил выяснить отношения с бывшей возлюбленной. Завязалась перепалка. Заступиться за женщину решил случайный прохожий. И тут зачинщик, ссорая, достал гранату и выдернул чеку. Да мы вот тут вот стояли. Я вот его туда, чтобы чеку обратно на место поставили. Эффект. Ни живот, ни подна ответственность не болит. Я не знаю ничего. Не кричи, я спрашиваю, не болит? От осколков пострадал один из прохожих. Говорит, врачи обнаружили около 30 частиц. Но от госпитализации мужчина отказался. Все происходило возле этого киоска. На асфальте следы от взрыва. Пострадал и местный предприниматель. Но о произошедшем говорить не желает. Я считал, что это вообще закрытое заведение. Никогда на победе не было шумных разборок. По предварительной информации полиции взорвалась граната РГД-5. Где задержанный мог ее взять? Сейчас выясняют следователи. Известно, что у мужчины уже есть судимость. В полиции не исключают, что статью могут переквалифицировать на более тяжкое покушение на убийство. Подозреваемый пока задержан на трое суток. В скором времени ему должны избрать меру пресечения. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Елена Мандрюк, Евгений Коднецов. Подробности. Телеканал Интер. Днепр. Суды есть, а приговора нет. В Умане родственники погибшей в ДТП сельской учительницы требуют справедливости. Еще в 2016-м Нину Мелехину сбили на пешеходном переходе на глазах десятков очевидцев. Вот уже больше года длится судебный процесс над водителем и конца ему не видно. Почему? Узнавали наши корреспонденты. Наталья Алексеевна рассматривает фото своей старшей дочери Нины. Пенсионерка уже давно не брала в руки альбом, чтобы не бередить раны. Полтора года назад жизнь дочери и матери двоих ее внучек оборвалась на пешеходном переходе под колесами авто. Никакие уроки не заличат, а дети ждут маму. Пришла дитина после 8 березня, после батьковских сборей, меньше внучка и плачет. Это видео с авторегистратора, который зафиксировал момент гибели Нины Мелехиной. Черная машина после удара начала петлять по дороге. После смерти супруги Сергей Мелехин все еще не может прийти в себя. Это тут самый пешеходный переход. В то утро Нина приехала в Умань, чтобы отнести отчет в управление образования. Но не дошла до него буквально 20 метров. Александр показывает место, где автомобиль сбил его сестру. Говорит, машина на скорости вылетела на переход. Он остановился уже там. Получается, тормозная дилянка метров 7, это минимум. То есть она вылетела на дистанцию до 10 метров. До 10-12 метров. В своих показаниях водитель автомобиля указал, что ехал с допустимой скоростью. А женщину на пешеходном переходе просто не заметил. За полтора года разбирательств брат Нины уверен, виновник аварии пытается уйти от наказания. Дело слушается больше года и все это время убийца Нины на свободе. Со слов Саши, у водителя это не первая авария. Встретиться с обвиняемым нам так и не удалось. Игорь Аверчук даже по телефону отказался что-либо комментировать. Я не хочу спілкуваться с нас там. А чему? Ну потому что не хочу. Общаться с нами отказались и в Уманском отделении полиции. Мол, производство передали в суд и отношения к нему уже не имеют. Прокурор по делу Игоря Аверчука заявила, что мужчине предъявлено обвинение. В нарушении правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть. Все детали только после приговора. Все характеризующие на особу, яка вчинила злочин, будут надаваться безпосередно при расследовании судового заседания. И будет належная оценка и надана судом при вынесении выроков. В феврале Уманский суд намерен продолжить слушание и допросить свидетелей. Но родственники Нины Мелехиной в справедливое решение уже не верят. Говорят, слишком уж затягивают процесс. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Сразу несколько дел, в которых фигурируют полицейские, сейчас рассматриваются правоохранителями и судьями. Одним только выдвинули обвинение, дела других месяцами затягиваются. Чем отличились патрульные из обновленного полицейского состава в нашем материале? Бывшего инспектора ГАИ Виктора Макаришина обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти человека. Эта информация появилась на сайте прокуратуры Львовской области. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Напомню, в июне прошлого года внедорожник Макаришина влетел в толпу возле церкви Святого Андрея в центре Львова. Одна женщина тогда погибла, еще одну забрала скорая. Макаришин все объяснил неисправностью автомобиля. Смертельное ДТП в Ковеле Волынской области за рулем патрульный. На БМВ с литовскими номерами он врезался в ВАЗ. Пассажир «Жигулей» погиб на месте. Водителя забрали в больницу. Полицейские и его пассажир не пострадали. В областной полиции утверждают, что патрульный был трезв, и они уже начали внутреннее расследование. В Киеве патрульный набросился на автомобиль. Агрессивное поведение полицейского зафиксировал видеорегистратор. Это произошло еще в октябре, но разбирательства продолжаются до сих пор. На этих кадрах видно, как полицейский бьет по стеклу авто кулаком, потом достает пистолет, перезаряжает его и разбивает лобовое стекло. Потом он утверждал, что водитель пытался на него наехать и даже написал заявление. В конце декабря дело закрыли. Но по словам водителя Вячеслава Снесаренко, когда об этой истории узнали СМИ, на него снова хотят открыть дело. Со своей стороны Вячеслав также обратился в прокуратуру. Разбушевавшегося копа зовут Роман Габро. Ему 26 лет, и это уже не первый случай, когда он засветился в подобной истории. Несколько месяцев назад Габро вместе с коллегой избил мужчину, который их и вызвал. На запрос одного из СМИ в полиции ответили, что полицейский работает в структуре до сих пор. А его поведение объяснили вынужденными мерами. Спасти дворец в Харьковской области пытаются возродить туристическую жемчужину усадьбы 19 века. Сейчас здание пустует, а уникальные интерьеры разрушаются. Но все еще можно изменить. Как узнавала Светлана Шекера? Бывшая помещичья усадьба – сахарозаводчик оборона Леопольда Кёнига в 70 километрах от Харькова. Белокаменный дворец и парк с экзотическими растениями. Фазанник, теплицы, пруд. Советская власть дворец национализировала и обустроила здесь противотуберкулезный диспансер. В 2008 помещение освободили. Частично отремонтировали крышу, фасад и бросили. В замке там все посрезали и трубы, и батареи, и водопроводные трубы, и отопительные. Все срезано. Все сдано на металловом. Ну, по варварски сделали. Руководитель нового коммунального предприятия, на балансе которого находится Шаровский дворец, показывает, что сохранилось из былого величия. Очень интересные резинные камины, которые делались вручную, вырезались. Сейчас, наверное, не каждый сможет сделать такую красоту. Полтора года назад во дворце ввели плату за вход. Но этого хватает только на зарплату охранника. Памятник архитектуры национального значения государство больше не финансирует. Денег на ремонт нет. Из-за того, что течь крыши, можно посмотреть деформацию стен, потолка, отслоение моренного дуба, что может привести к тому, что мы просто потеряем этот зал. Местные активисты выходят на субботники, убирают территорию, но восстановить бывшую усадьбу своими силами не могут, да и не имеют права. Но, на жаль, мы не можем, в связи с тем, что это архитектурная памятка, делать самостоятельные ремонты. Даже порог находится в незадовольном состоянии. И мы не можем его на сегодняшний день отремонтировать, потому что это все необходимые дозволы. На спасение дворца депутаты облсовета выделили 3 миллиона гривен. Этого хватит на проектную документацию для будущей реконструкции. В обладміністрации рассчитывают уже в 2018-м приступить к восстановительным работам. В первую очередь, приступим к выполнению строительных работ, ремонтации дыхания и коммуникации. Сегодня мы находимся в переговорах с немецкими представителями, что до внешних и внутренних работ по реставрованию. Будем включать этот замок в разные международные программы, чтобы залучить иноземного инвестора или международную техническую допомогу. Но этот заклад будет находиться в областной властности. Сегодня мы сделаем все для того, чтобы его сберегать. Летом на террасах Шаровской усадьбы проведут фестиваль для привлечения туристов. И если они узнают о такой достопримечательности, со временем здесь обязательно будет много гостей. А значит, и для местных будет работа. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьковская область. Гражданам Украины, которые находятся в Иране, украинский МИД рекомендует избегать массового скопления людей и быть готовыми к проверке документов. В стране массовые протесты перерастают в уличные бои. Много убитых и раненых. Накануне Израиль и США подписали некое секретное соглашение по сдерживанию Ирана. Подробнее о том, что происходит в эти дни в стране, в материале Сергея Услендера. Протесты не утихают. Их масштабы оценить сложно, учитывая скудную противоречивую информацию, поступающую из страны. Но известно, что волнениями охвачено большинство провинций. Против демонстрантов брошены все возможные силы. Корпус стражи Исландской революции, полиция, полувоенные формирования Басич. Но стычки продолжаются. Убитых уже десятки, среди них дети, сотни раненых и арестованных. Демонстранты штурмуют полицейские участки, военные базы и муниципалитеты. В Иране блокированы интернет-мессенджеры. Власти заявляют, что ситуация под контролем. Но судя по тем редким сообщениям, которые оттуда поступают, до полного контроля еще далеко. Американский президент Дональд Трамп в своем твиттере написал слова поддержки демонстрантам. А официальный Тегеран обвиняет в развязывании этой протестной кампании Вашингтон и Израиль. В Иерусалиме сразу отреагировали на эти слова. Это не только ложь, это смешно. Режим в Иране тратит десятки миллиардов долларов на распространение ненависти. Эти деньги можно было бы пустить на школы и больницы. Неудивительно, что люди выходят на улицы. Власть боится собственного народа. Вот почему они бросают в тюрьмы студентов и запрещают социальные сети. Однако я убежден, что страх не победить. Потому что иранский народ умный и гордый. Сегодня он рискует всем ради свободы. Ситуация очень напоминает сирийскую времен начала гражданской войны. Протесты начинались вполне мирно. Люди требовали экономических реформ. Кстати, поводом для этих демонстраций, первоначальным поводом, послужило двукратное повышение цены на хлеб. Жизнь в Иране, очевидно, ухудшилась в последнее время. К этому надо прибавить и большие потери, которые иранские военные понесли в Сирии. А в ближайшем будущем американский президент Дональд Трапп должен принять решение по поводу ядерной сделки с Тегераном. Если он решит ее отменить и ввести новые санкции, то экономическое положение Тегерана существенно ухудшится. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Воддержаться от насилия и уважать права человека призывают стороны иранского конфликта в Евросоюзе. Представитель ЕС по иностранным делам Федерико Маггерини заявила, убийство мирных демонстрантов недопустимо. И нарушение прав человека всегда было главной проблемой в отношениях между Ираном и Евросоюзом. Маггерини также заверила, что Брюссель и дальше будет следить за развитием конфликта. Европа в плену Элеоноры. Так назвали ураган, который оставил многие регионы без электричества, а некоторые еще и без транспортного сообщения. Из-за падения деревьев есть погибшие и раненые. Какие страны пострадали, расскажет Елена Абрамович. За одну ночь Соединенное Королевство осталось без света. Ураганный ветер оборвал линии электропередач во многих населенных пунктах. В Уэльсе обесточены почти 500 домов. В Северной Ирландии 20 тысяч. Всего в Великобритании пострадали 78 тысяч домовладений. О том, что шторм Элеонора приближается, граждан предупредили заранее. Это не просто ветер. Это комбинация сильного дождя и высоких волн, которые могут стать причиной наводнения. Порывы ветра 70-90 миль в час способны оборвать линии электропередач. Сотни авиарейсов в регионе отменили. Как и паромные переправы между Северной Ирландией и Англией. Волны местами достигали 7 метров. Перекрыли и ряд крупных мостов. Из-за поваленных деревьев усложнилось движение на автомагистралях. В Уэльсе дерево придавило автомобиль, в котором ехал мужчина. Его доставили в больницу. А на побережье Англии нашли тело. Связана ли гибель человека со штормом, выясняют. Местные власти призвали граждан и туристов не приближаться к берегу. То же самое касается и Франции, куда шторм переместился ночью. Вам страшно? Нет, все прекрасно. Мы в безопасности. Конечно, немного ветрено. Непогода многим подпортила зимние каникулы. Так в Париже закрыли Эйфелеву башню. Для Франции это один из сильнейших штормов за последние годы. Около половины отделений спасательных служб страны перешли на режим высокой готовности. По данным местных властей, травмы получили до 10 человек. В том числе и из-за падения деревьев на машины. 200 тысяч домов обесточены. Потерпели убытки и рестораторы. Эти конструкции стойкие к ветру, но не выдержали. Посмотрите, этот столб был прикреплен к террасе. Задела непогода и с север Германии. Из-за сильного ветра деревья падали на трассы и железнодорожные пути. Многие дороги оказались подтопленными. Ощутили силу Элеоноры и в Швейцарии. В Сюрихе и Базеле отменили ряд авиарейсов. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Свадьба британского принца Гарри может стать весомой подмогой для британской экономики. Торжество, напомню, состоится 19 мая. И туристы уже бронируют гостиницы. А бизнес подсчитывает будущую прибыль. Сколько могут заработать? Расскажет Алексей Пшемызский. События, за которым британцы следят не менее живо, чем за Брекзитом. Королевская свадьба может принести стране немалую прибыль. Британские финансисты уже подсчитали. Предстоящее бракосочетание принца Гарри и американская актриса Меган Маркл может привлечь в экономику страны более 500 миллионов фунтов. Полагаю, что около 200 миллионов фунтов принесет туризм, путешественники, отели. И еще 150 миллионов экономика получит благодаря вечеринкам и празднованиям, которые будут организовывать люди. 100 миллионов сэкономим на бесплатной рекламе Великобритании по всему миру. И еще 50 от продаж футболок, кружек, шляп и прочих вещей на память об этой свадьбе. Венчание монаршей Читы состоится в Виндзоре, неподалеку от Лондона, где находится летняя резиденция правящей королевской династии. После того, как Гарри и Меган в ноябре объявили о помолвке и назначили дату свадьбы, номера в гостиницах здесь раскупили в считанные дни. А многие туроператоры уже предлагают желающим специальные свадебные туры. Для нас честь принимать эту свадьбу в Виндзоре, которая уже более тысячи лет является домом британских монархов. Я надеюсь, что это привлечет и немало туристов. Более 7,5 миллионов человек приезжают сюда каждый год. И я уверен, что их теперь станет еще больше. Несмотря на всеобщее внимание к предстоящей свадьбе, выбор принца Гарри V в очереди на престол уже вызвал немало критики среди консервативных британцев. Ведь Меган Маркл уже была замужем. Последний раз подобный прецедент произошел в 1936 году, когда британский король Эдуард VIII решил узаконить отношения со своей любовницей, также американкой Уоллис Симпсон, состоявшей на тот момент в браке. Острая критика общества и церкви тогда вынудила монарха отречься от престола. Меган Маркл катекуют из-за участия в весьма откровенных сценах в сериале «Форс-мажоры», в котором она снималась еще до знакомства с принцем Гарри, а также за смелые фотосессии в модных журналах. Несмотря на это, избранница принца уже получила благословение церкви. Ожидается, что венчать молодоженов будет сам архиепископ Кентерберийский. Перед бракосочетанием Меган предстоит принять англиканство. После свадьбы по закону принцессой она не станет, а вместо этого получит титул герцогини Сассекской. Венчание состоится 19 мая. Тем временем британцы уже обсуждают, куда молодожены отправятся в свадебное путешествие. Новогодние праздники они решили провести на французской ривьере. В преддверии Нового года парочка тайно улетела в Ниццу эконом-классом из Лондона, выбрав вовсе не королевские места в конце самолета у туалетов. Видимо, чтобы привлечь меньше внимания. Из Лондона Алексей Пшимыский, Сергей Дубинин. Подробности телеканал Интер. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин